Бисмиллаху ассалату ассаламу аля расулиллаху ассаламу алейкум у рахматуллахи в баракату. Саада ибн Муаз, табудит тавалин им Аллах, принял ислам в возрасте 30 лет, умер в возрасте 36 лет. В исламе прожил всего 6 лет. Трон Всевышнего содрогнулся его смерти. Последний путь его проводили 70 тысяч ангелов. Запах миска начал исходить из земли, когда ему рыли могилу. Саад ибн Муаз, ибн Нуман, ибн Амруль-Кайс, ибн Зайд-Аль-Ансари родился за 19 лет до пророчества Мухаммада, салаллаху алейкум ассалам. За год до переселения он принял ислам. Когда посланник Аллаха, мир ему благословение, переселялся в Медину, он сделал побратимами его и Саада ибн Абу-Акаса, дабудит тавалин им Аллах. Он был знаменосцем ансаров в Газавате Бадра. В битве при Ухуде он сражался в авангарде муджаидов. В битве при Хандаке он получил ранение, которое впоследствии стало причиной его мученической смерти спустя месяц после его ранения, в пятом году по хичре. Посланник Аллаха, мир ему благословение, совершил заупокойную молитву за него и похоронил его на кладбище Ба-Киа. Про его смерть посланник Аллаха сказал «Клянусь тем, кому принадлежит моя душа, поистине ангелы обрадовались в душе Саада, из-за него закачался трон милостивого». Рассказал мне Муаз ибн Рифа'а со слов Махмуда ибн Абдурахмана ибн Амра ибн Аль-Джамуха со слов Джабира ибн Абдуллаха, который рассказывал, «Когда Саад был похоронен, а мы были вместе с посланником Аллаха, он произнес слова «Субханаллах». Люди произнесли эти слова вместе с ним. Потом он произнес «Аллаху Акбар». Люди повторили за ним. Они спросили «О посланник Аллаха, почему ты говорил «Субханаллах»?» Он ответил «Могила для этого благочестивого раба была тесной, пока Аллах не расширил ее». Ибн Хишам передал «Смысл этого хадиса содержится в словах Аиши». Посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, сказал «Могила сжимает усопшего, а если кто-нибудь спасется от этого, то это будет Саад ибн Муаз». Ум Саад, мать Саада, когда понесли его в населках, плача, продекламировала стихи «Горе матери Саада, умер ее сын Саад. Он был суров и справедлив, велик и славен, садник бесподобный, он был незаменим, рубил врагов подряд». Пророк, салаллаху ассалям, сказал «Могила сжимает усопшего, а если кто-нибудь спасется от этого, то это будет Саад ибн Муаз».